Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня очень много информации для поклонников компании BMW. Немцы в буквальном смысле решили завалить своих фанатов подарками и представили сразу же несколько серьезных обновлений для своей модельной линейки. Давайте начнем с самого главного – с импульсивной и яркой четверки. Одна из самых спорных BMW получила обновление и легкую подтяжку лица. Новинку выдают новые узкие светодиодные фары и та самая вертикально расположенная решетка BMW, из-за которой было так много споров. В М-пакете она получила новый рисунок, так что теперь компания предлагает больше вариантов по ее кастомизации. Также был немного изменен передний бампер с более массивными воздухозаборниками. Их окантовка теперь выполнена в матовом хроме. Но больше всего я хотел бы остановиться на передней оптике. Обновленная четверка имеет визуально и функционально улучшенные фары. Светодиодные блоки были переработаны и имеют новый рисунок дневных ходовых огней, напоминающий взгляд хищника. Ближний и дальний свет генерируются из одного модуля светодиодов, а пара вертикальных стрелообразных светодиодных блоков содержат функции бокового света, дневного хода и указателя поворота. Отныне будет так. В качестве опции четверке доступны матричные фары. О задних фонарях новинки тоже есть что сказать. Сзади используется так называемая светодиодная оптика Laser Light. Такая же оптика впервые использовалась в специальном издании BMW M4 CSL. Здесь лазерные диоды освещают каждый оптический волоконный пучок, создавая сложную световую графику задних фонарей. Точные линии трехмерного лазерного света придают задним фарам эксклюзивный и неповторимый дизайн. Кроме того, изменилась сама форма фонарей, так что спутать новинку с дорестайлом будет очень сложно. С интерьером тоже произошли кое-какие трансформации. Теперь в базу входят новые спортивные сидения. Конечно же есть большой изогнутый кластер дисплеев, это современная архитектура BMW. Но что больше всего понравится будущим владельцам новинки, так это новый спортивный кожаный руль с полигональным ободом и двумя спицами. Но если заказать пакет M-Sport, там будет рулевое колесо с кожаной обивкой в трехспицевом дизайне, с плоским нижним ободом и незаметной центральной меткой. Оба руля оснащены многофункциональными кнопками с подсветкой и лепестками переключения передач. Так что старый руль уходит в прошлое, и будем надеяться, что тройке тоже достанутся эти рули. Уж больно они хороши. Обновленная четверка работает под управлением iDrive последнего поколения, и в чем его большой минус, то что он перегружен лишними деталями, и даже банальный климат теперь придется настраивать через сенсорную панель, что не всегда удобно. Линейка силовых агрегатов для обновленной четвертой серии особо не изменилась и включает мощные и высокоэффективные бензиновые и дизельные двигатели с технологией Twin Power Turbo и электрификацией в виде мягкой гибридной технологии. Все моторы в стандартной комплектации работают в паре с восьмиступенчатой коробкой передач Steptronic Sport. Все шестицилиндровые рядные двигатели, доступные для новой четвертой серии, а также четырехцилиндровый дизельный агрегат, поставляются с 48-вольтовой технологией мягкого гибрида, обеспечивающей более четкую передачу мощности и большую эффективность. Вспомогательный электропривод выполнен в виде стартер-генератора и обеспечивает молниеносной мощностью в 11 лошадиных сил, в ответ на малейшее движение акселератора. Этот электрический бустер усиливает динамический отклик системы привода при разгоне. Электропривод также помогает двигателю при движении с постоянной скоростью, помогая ему работать в оптимальном диапазоне нагрузок. Мягкая гибридная система питается от аккумулятора на 48 вольт, который заряжается от системы рекуперации. Собранная таким образом энергия используется для вспомогательного электропривода и подается в электрическую 12-вольтовую систему через трансформатор напряжения. Давайте же вернемся к самим моторам. Модельный ряд двигателей для обновленной четверки включает в себя два двухлитровых четырехцилиндровых бензиновых мотора мощностью в 184 силы и 300 ньютон-метров, а второй вариант выдает 245 сил и 400 ньютон-метров. С таким мотором на первую сотню четверка тратит 6,3 секунды, а с более слабым вариантом придется подождать 8,2 секунды, чтобы увидеть первую сотню. Есть еще и четырехцилиндровый двухлитровый турбодизель мощностью в 190 сил и 400 ньютон-метров. Но если этого мало, тогда стоит посмотреть в сторону трехлитровой рядной турбо-шестерки мощностью в 286 сил и 650 ньютон-метров. Даже на заднем приводе четверка с таким мотором тратит на первую сотню 5,8 секунды. Если вам и этого мало, тогда добро пожаловать в дивизион M Performance. Здесь вам открывается доступ к топовому дизелю M440D с трехлитровой рядной турбо-шестеркой мощностью в 340 сил и 700 ньютон-метров. С таким мотором полноприводная четверка выстреливает до первой сотни ровно за 5 секунд. Есть еще в этой линейке и бензиновая M440i, тоже с полным приводом и рядной турбо-шестеркой на 3 литра мощностью в 374 силы и 500 ньютон-метров. В этом случае разгон до сотни займет всего 4,9 секунды. Все четверки без исключения обладают практически идеальной развесовкой по осям 50 на 50. На выбор автомобилю доступен либо классический задний привод, либо интеллектуальная система полного привода BMW X-Drive. Вместе с плановым обновлением четверки BMW обновила и топовую M4. Модель все также предлагается в двух кузовах – купе и кабриолет. Ей, как и обычной четверке, стала доступна новая оптика. В целом силуэт модели не изменился. В интерьере тоже есть различные мелкие улучшения, но меня больше всего интересует техническая часть. Под капотом неустанно трудится трехлитровая турбошестерка S58. Конструктивные особенности двигателя напрямую заимствованы из автогонок и включают в себя чрезвычайно жесткий картер, который изготовлен в безрукавной закрытой конструкции. Кованый коленчатый вал с уменьшенным весом, а также есть железное покрытие, которое наносится на гильзы цилиндров в процессе дугового напыления. Сердечник головки блока цилиндров, изготовленный методом 3D-печати. Имеет оптимизированную прокладку канала в охлаждающей жидкости, что невозможно реализовать при использовании обычной технологии литья металла. Таким образом оптимизируется управление весом и температурой. В моторе также используется технология M-Twin Power Turbo, представляющая из себя два моноспиральных турбокомпрессора, каждый из которых снабжает сжатым воздухом свои три цилиндра. Технологический пакет мотора включает в себя систему впрыска бензина High Precision Injection, работающий при максимальном давлении в 350 бар, регулируемое управление клапанами Valve Tronic и бесступенчатое управление распределительным валом Double Vanos. В общем, все на высшем уровне. На выходе обновленная BMW M4 доступна в трех исполнениях. Базовый вариант выдает 480 сил и 550 ньютон-метров. Вся эта мощь брушивается на задние колеса через шестиступенчатую механику. Разгон до 100 у вас займет существенные 4,2 секунды, а максимальная скорость составляет 290 км в час. Посередине расположилась заднеприводная модификация M4 Competition с отдачей в 510 сил и 650 ньютон-метров. Благодаря восьмиступенчатому автомату на первую сотню такой вариант тратит 3,9 секунды. Ну и топовой модификацией по традиции выступает полноприводная M4 с восьмиступенчатым автоматом. В этом случае вы получаете уже 530 сил и 650 ньютон-метров. А это значит, что M4 на целых 20 лошадиных сил стало мощнее. Но на динамике это не отразилось, и купе так и едет первую сотню за 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет те же 290 км в час. Но и это еще не все. Кроме того, самая мощная M4 благодаря полному приводу MX Drive предлагает несколько вариантов настроек для самого привода. Это обычный полный привод по умолчанию, также для него доступен режим спорт, в котором больший процент крутящего момента направляется на заднюю ось. Более того, при отключении антипробуксовки становится доступным заднеприводный режим. В общем, универсальный комбайн на все случаи жизни. Обновленное семейство четвертой серии поступит в продажу уже в ближайшее время. А мы, конечно же, этого ждем с большим нетерпением. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Так что не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики. И не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok